Аргентинский док, описание породы, характер. Аргентинский док является представителем семейства мастифов. Собака выглядит достаточно грозно, но имеет совершенно противоположный своей внешности характер. Интересные факты о породе. Существует несколько интересных фактов об аргентинской овчарке. Например, эта собака сильно привязывается к хозяину и начинает безмерно любить его. А вот по отношению к обидчикам животное проявляет чрезмерную жестокость. Из-за этого в Соединенных Штатах Америки запретили использовать аргентинских псов в качестве служебных собак. Они наносили преступникам смертельные укусы во время задержаний. У аргентинца своеобразное по строению челюсть, позволяющее серьезно и быстро травмировать врага. Тренировки не заставят животное кусать только в конкретные места. Дог все равно будет самостоятельно выбирать место для укуса. Это врожденная способность. Внешний вид аргентинского дога. Собаки этой породы до сих пор служат помощниками в полиции Аргентины. Судя по всему, здоровье задержанных там не особо ценится. Неправильно считать аргентинцев бойцеовскими псами, как многие это делают, используя их таким образом в азиатских и южноамериканских странах. Такой пес предназначен для защиты. Из него выходит отличный друг и защитник. Обратите внимание, один из представителей этой породы принимал участие в съемках фильма «Мой друг», «Аргентинский дог». Кинокартина была выпущена в 2004 году. Другой представитель имеет аккаунт дога Аргентина в Инстаграме, на который подписано чуть более 40 тысяч. Человек, история происхождения породы. Предками аргентинского дога принято считать мастифов, которым не одна сотня лет. Они были выведены в Южной Америке в XVI веке. На тот момент их применяли конкистадоры-завоеватели в целях борьбы с местными жителями. Спустя какое-то время этих собак скрещивали с боксерами и бульдогами для выведения более сильных, выносливых и агрессивных особей. Их прозвали «кордобскими псами», которые впоследствии были отправлены на популярные аргентинские бои против других псов. В начале XX века белые кордобские собаки вызвали интерес у аргентинского профессора и собаковода А. Н. Мартинеса. У него появилась идея создать новую породу при помощи них. Ему не нравилась жестокость этих собак. Мартинес хотел вывести породу, обладающую уравновешенным характером, охотничьими способностями, качествами защитника и верного друга. Южно-американский мастиф. Для формирования нового вида использовали немецкого боксера, бульдога, бордосского дога, принтера, испанского, мастифа, ирландского волкодава, пиренейскую горную собаку. Мартинес потратил почти 30 лет своей жизни для выведения совершенного аргентинского дога. Собаковод добился желаемого результата только в 1928 году. Тогда и был утвержден первый стандарт породы. В 1964 году белый дог получил официальное признание в Аргентине. Интересно. Порода приобрела популярность в Европе только в 1970-х годов. А в России – в начале 1990-х годов. Описание и стандарты аргентинского дога с фотографиями породы. Аргентинский мастиф представляет собой среднюю по размерам собаку белоснежного окраса и атлетического вида. Особи мужского пола весят 40-45 килограммов и вырастают до 60-68 сантиметров. Масса женской особи составляет 40-43 килограмма, рост варьируется в пределах 60-65 сантиметров. Последнее утверждение стандарта проводилось в 2012 году. Действующий стандарт разновидности. Крупная голова, четко выраженный перед от морды к шее. Сильная, дугообразная и небольшая шея. Длина и ширина морды почти совпадают с шириной черепа. Широко расставленные миндалевидные карие глаза. Толстые губы пигментированные. Черным по краям. Клещевой либо ножницы и образный прикус. Прямо стоящие широкие экупированные уши либо висячие уши естественной длины. С округленными кончиками. Прямой напоминающий саблю хвост. Длинные мускулистые конечности. Грубая короткая шерсть. Равномерно распределенная. По всему телу, но отличающаяся немного по длине на голове, морде и лапах. Отсутствие подшерстка. Мускулистая широкая спина. Важно, доги со светлым оттенком глаз часто страдают от проблем со слухом. Аргентинский дог с висячими ушами. Дрессировка и воспитание. Австрийский дог может достаточно быстро выучить простые команды. Но повторение одной и той же задачи может ему наскучить. Щенка нужно начинать дрессировать в возрасте двух месяцев. По достижению шесть месяцев лучше всего обучать питомца под присмотром инструктора, если его готовят к охоте либо соревнованиям. Есть второго типа дрессировок. Упрощенный для собак, не участвующих в соревнованиях. Специализированный с тренировочной площадкой, для особей, серьезно занимающихся спортом. Важно, запрещено бить, кричать, либо как-то еще унижать собаку во время дрессировки. Иначе она примет хозяина за обидчика. За выполнение команд должна быть похвала и угощение. Нельзя допускать чрезмерных физических нагрузок, дабы сохранить здоровье. С раннего возраста животное нужно выгуливать, знакомить с другими питомцами и людьми. Необходимо привить ему правильное поведение в обществе. Аргентинский док на прогулке. Уход за собакой этой породы. Питомца нужно вычесывать мягкой натуральной щеткой два-три раза каждую неделю. В период леньки используется фурминатор. Псу, проживающему в квартире, стоит мыть лапы и живот после каждого посещения улицы. Аргентинский бульдог должен полностью купаться один раз в трех месяца. Во время купания используется гипоаллергенный шампунь по типу шерсти. Также следует выполнять гигиенические процедуры. Протирание ушей намоченным лосьоном ватным диском для устранения серы и грязи. Два раза в неделю. Чистка зубов специальной щеткой и пастой в профилактических целях. Один раз в неделю. Укорачивание когтей по мере отрастания. Когти резом гильотиной, если они не стачиваются. Важно, глаза питомца должны быть умеренно влажными. В случае сильного закисания они промываются теплой водой. Если это не помогает, тогда требуется помощь ветврача. Питание щенка и взрослой собаки. Аргентинский питбуль питается натур-продуктами и промышленными кормами. Важно балансировать рацион и не смешивать второго типа питания. Меню для натурального питания. Нежирное мясо. Овощи, фрукты и зелень. Рис и гречка. Морская рыба. Суп-продукты. Яйца и нежирное молоко. При рационе, основанном на натуральных продуктах, понадобится внесение витаминно-минеральных добавок. Корма уже имеют все необходимые для здоровья питомцы вещества. Кормовая продукция должна быть премиум либо супер-премиум класса. При покупке кормов учитывается возраст, вес, здоровье и активность животного. В зависимости от возраста рассчитывается частота кормления и объем порций. До 3 месяцев, 5-6 раз, 200 граммов. 3-6 месяцев, 2-3 раза. 1,1,5 л. 6-12 месяцев, 2 раз, 2-4 литра. Взрослая осыпь питается 1-2 раза. Суточная норма еды – 5 литров. Здоровье и болезни. Эта породистая собака имеет отличное здоровье. Продолжительность жизни в среднем составляет 14-16 лет. Для нее характерны такие заболевания. Пищевая аллергия в виде дерматита. Врожденная глухота. Глаукома и эпифора. Дисплазия тазобедренных. И локтевых суставов. Гипотириоз. Несмотря на крупные размеры, животное не страдает от заворота кишок и заболеваний желудка. Как выбрать щенка, питомники и цена на щенков аргентинского дога. Перед приобретением белоснежного красавца у заводчика стоит ознакомиться с документами, подтверждающими, что щенок обладает характеристиками, указанными в стандарте породы. Лучший возраст щенка для покупки – 1,5 месяц. Питомец должен быть активным, игривым и любящим поесть. Щенок аргентинского дога. Описание и характер маленького дога аргентинской породы. Атлетическое телосложение. Не толстая кожа без покраснений. Белая короткая блестящая шерсть. Влажный нос и чистые уши. Темные блестящие глаза миндалевидной формы. Отзывчивость к ласкам и вниманию. В среднем породистый щенок стоит 30 тысяч рублей звездочка. Лучшие питомники расположены в Москве. К ним относятся из лунной стаи, Галдиналина и Пахра Магнифика. Щенкам-мальчикам подойдут такие имена, как Аргус Асур Атлант, а девочкам Ариэль, Аврил, Кейси Джинджер. Так называли известных представителей породы. Аргентинский дог подойдет активному человеку, а не домоседу. Собаке требуется не только любовь и забота, но и нагрузка. Звездочка цены актуальна на ноябрь 2019 года.